МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собиратели приближаются к 80%. Для сравнения, в прошлом году в это время было больше 90%. Понятно, что есть лидеры. Заводолковский, Сорокинский, Упоровский. Что касается культур. С горохом закончили, с техническими приближаются к финалу, остальные подтягиваются. Когда Камазу дорога не по силам, значит в полевых работах перерыв. В этом сезоне так часто. Дождь прошел, и земле нужно несколько часов, чтобы подсохнуть. Механизатор Иван Плотников уже и не помнит, когда последний раз нормально спал. Теперь, говорит, сеять выходят, не глядя на время суток. День, может, день стоит, до вечера, все, вечером уже на сутки выходим, сеем. Ночь сеем спокойно. Отдыхаем, моя Ленечка, час-полтора отдохнем. Дальше начинаем сеять. Усталость чувствуете? Ну, а как, конечно, бывает усталость. Хоть и молодые, все равно. Первые числа июня. Обычно это поле уже зеленое. В этом сезоне техника еще даже не заходила. Но через пару часов, скорее всего, посевная начнется и здесь. Будет пшеница. Срок созревания 70 дней. И если лето будет теплым, то к сентябрю ее успеют убрать. Задержку весенней кампании. Бердюрское подразделение племзавода «Юбилейны» ощущает, как никто другой. Это хозяйство самое крупное в районе. Более 50% посевных площадей у них. Но оптимизма не теряют. До 10-го закончим. Пшеницу мы должны где-то досеять числа до 3-го, 4-го. Нормально для наших условий. А ячмень, я как уже говорил, даже после 10-го сеяли и получали урожай. Аграрии региона сеять будут до последнего запланированного гектара. Пусть серыми хлебами или травами. Вопрос сокращения площадей в регионе даже не обсуждается. Мы вообще-то подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В случае, если какие-то площади мы не сможем, собственно говоря, посеять, пропорционально недосеву, должны будем вернуть в федеральный бюджет, собственно говоря, денежные средства. Поэтому в этой части обязательно необходимо выдержать пассивные площади. И верить, что летние месяцы таковыми и будут теплыми и в меру дождливыми. Второе место во всероссийском конкурсе производственный фрайчайзинг занял тюменский холдинг «Арсипагра». Компания представила свой проект на всемирном форуме. Я напомню суть. Сельхозпредприятие передает в ЛПХ партию месячных бычков. Там их выращивают и уже взрослых возвращают холдингу. Прибыль крестьян – это разница между первоначальной и конечной ценой за килограмм живого веса. Тем временем в региональной кооперации открывается новая эра. Сельские хроники. Из областного бюджета планируют выделить средства на закупку оборудования и техники для кооперативов. А продукцию от населения принимать будут только высокого качества. Сейчас в регионе действует 114 таких организаций, в которых более 25 тысяч пайщиков. И чтобы выполнить новые требования, они пройдут обучение. В каждом муниципальном районе проводятся обучающие семинары для личных подсобных хозяйств, для работников первичных пунктов заготовки молока и для специалистов кооперативов, которые дали эту работу и ведут. У нас уже в шести районах с начала года обучение такое прошло. На 5-6 июня запланированы такие семинары в Бердюском и Аббатском районе. В реке Солоновка Амутинского района вновь появился карп. Мальков на свои деньги купили и выпустили в речку местные жители. Предполагают, что к концу лета каждая рыбка будет весить до 700 граммов. В этом водоеме карп хорошо приживается. Много корма и есть места, где можно залечь на зиму. В этом сезоне рыбу лучше не трогать, а дать время вырасти. Два года назад у нас карпа поймали на 12 килограмм, причем на удочку. И рыбаки, которые с опытом, они как бы более ответственные. То есть вылавливая карпа на 700-800 грамм, отпускают очень много случаев, когда ловили, вылавливали и отпускали на удочку. Более 200 учеников юргинской школы прошли ликбез по правилам дорожного движения. Весь год они ходили на кружок в безопасное колесо. И теперь на практике подтверждают знания. Также ребята снимали видеоролик по правильному поведению на дороге и заняли в областном конкурсе третье место. Нас учили, как правильно переходить дорогу. То, что надо на пешеходном переходе, надо велик переводить. Не ездить на нем, а переводить. Знаки учить не тяжело, но они не запоминаются. Новое место для отдыха и прогулок скоро появится в селе Луговом Тюменского района. Там завершают благоустройство сквера возле местного ФАПа. Установят скамейки, сделают ограждение и освещение. А на территории местной школы скоро появится стадион с искусственным покрытием. Беговая дорожка и игровая площадка. На строительство выделено более 12 миллионов рублей из областного бюджета. Для нас это очень важный объект, потому что два года назад на сходе граждан в Луговом, граждане как раз таки озвучивали проблематику отсутствия спортивного ядра. Поэтому вот в течение двух лет мы занимались проектной смертной документацией. Вот сейчас мы получили финансовые средства, отыграли конкурс и приступили к непосредственным работам. Десятиклассник Каневской средней школы Абатского района стал победителем областного конкурса «Стратегия успеха. Мир живой природы». Буклет о местной природе Евгения Лузина стал лучшим в номинации о родном крае. В нем информация о двух памятниках природы, которые находятся рядом с селом. Каневский бор. Там, по словам школьника, удивительный воздух, а в сезон много ягод и грибов. Еще одно место – гусиный остров. Это палеонтологический памятник, где находятся останки древних животных. На гусином острове годом ранее мы нашли кость. Эта кость большая, она сейчас в нашем школьном музее. И на этом острове еще очень много останков. Молоко, как говорится, оно и в Африке – молоко. Вот только продукцию из него в разных странах делают по-разному. О некоторых мы, возможно, и не слышали вовсе. Итак, каймак. Аналог сметаны, возможно, с Балкан. Распространен до Средней Азии. Суть. С молока довольно долго снимают сливки и перекладывают их слоями в глиняную тарелку. Затем в тепло на несколько дней. Получается такая нежная сливочная масса, которую едят или добавляют в тесто. Крем-фрэш. Весьма распространен во Франции, Бельгии кисломолочный продукт. Как густая сметана, хорошо взбивается, не сворачивается даже при высоких температурах. Крем-фрэш широко используют в соусах, тортах, муссах. Мацони, он же мацун. Кисломолочный продукт Армении и Грузии. В основе козье, коровье, овечье или молоко буйволов. Кипятят, добавляют в закваску. В 8 часов стоит и густой кислый напиток готов. Его не только пьют, но и добавляют в тесто для хачапури. Ну а теперь молоке у нас в Тюменской области продолжается борьба за первосортное сырье в личных подсобных хозяйствах. Конечно, перестраиваться куда сложнее. А вот владельцам хозяйств, где ставку всегда делали на качество, остается только держать марку и других сдатчиков подтягивать. Время дойки. Татьяну Зорину агитировать не надо. Она и сама знает, как получить от коровы только качественное сырье. Оно идет на производство сыра. Именно для Татьяны в деревне Воробьево переработчик организовал приемный пункт. А раз львиная доля сырья от коров Зорины, женщина выставляет четкие требования к сдатчикам односельчанам. Ведь все молоко сливают в один охладитель. Датчики все обучены, всем рассказано, что посуда должна быть вымота без моющего средства, только кипятком. Высушено насухо. Все сдатчики это знают. Рекомендуем обязательно открытые емкости накрывать марлями, тряпками, чистыми, чтобы молоко дышало, чтобы оно не закисало. С датчиков несколько человек. И строгие требования выполнять несложно, если привычка есть. Родственница принимала молоко, научила, как в чем вращаться и чем пользоваться, как говорится. И так что проблем сейчас никаких у нас с этим нет. В связи с ужесточением требований ГОСТа не так давно переработчики отказались принимать сырье. Сорт сказали низкий. Паники не случилось. 32 сдатчика собрались, подумали и решили начать непримиримую борьбу за качественное молоко. Под лозунгом «Совесть – лучший контролер». А вождем стала глава сельской администрации. Получилось так, что мы начали бороться. Все, и никто не отпирается. Даже одно время было такое, что дежурство будем организовывать, чтобы сам молокосборщик это на время не тратил. А мы будем приходить, вот два человека будут у нас дежурить, все это проверим. И все, вплоть до того, что и нюхать это молоко. В интернете нашли экспресс-анализаторы, заказали, получили. И теперь намерены эти тестеры массово использовать. Суть в том, что они определяют наличие в молоке моющих средств. Ну мало ли, вдруг попало. И кислотность. Все очень просто. На несколько секунд тестер опускаем в молоко. Если цвет полосок не изменится, значит все в порядке. Цвет не изменился, значит молоко качественное. Дальше хотят приобрести электронный PH-метр. Жители готовы сброситься. Прибор быстро определяет количество жира и наличие воды. Вложения уверены, быстро окупятся. В топ-10 российского рейтинга сортов вошли три тюменских культуры. Это горох ямальский, а также пшеница икар и овес талисман. Последние два выведены учеными НИИ Северного Зауралья. Ученый без галстука значит посевная. Владимир Новохатин, автор пшеницы икар, которую знают и сеют аграрии не только Тюменской области. Романтичное название о многом говорит. Летящий к небесам, красный, опушенный, превосходил его скрещение, проводилось в 1987 году. В родословное его ходит еще 59 сортов. Из них 23 сорта, а зимы, он охватывает все ветви селекционной направленной работы мировых. Мария Фомина, автор еще одного рейтингового сорта. Овес, талисман, давно раскручен и сейчас разрабатывают новые сорта. Каждый говорит, как ребенок, капризный и непредсказуемый. Каждый сорт начинается с нуля и каждый сорт начинается с тех самых волнений. По первым двум годам, когда сорт начинает выделяться в сорта испытаний, тогда уже вроде как становится полегче и считаю, что уже вроде чего-то и получило. А пока нет результатов в любом сорте, без разницы. Талисман был, Мегион у нас был. Сейчас ученые разбивают участки для закладки питомника. Чтобы получить новый сорт, нужно время лет 15 и пройти 7 этапов. Здесь один из них – сорта испытания. Вообще, посевная НИИ кардинально отличается от компаний сельхозпредприятий. Прежде всего, минимализмом. Посевной комплекс. Захват всего 1 метр. Размер участка 120 на 130 метров. При разбивке питомников ученые используют очень редкий и, надо сказать, древний инструмент. Называется сожень. Его длина 2 метра, ну а в применении он достаточно прост. Ученые говорят, что сожень – самый точный землемерный инструмент. А в науке это одно из главных условий для появления нового сорта. По ячменям, это очень часто нас, очень долго мы, вернее, не могли создать сорт, который был бы конкурентен сорту Ачи. Считаю, что мы такой сорт создали. Это сорт наш ячменя Абалак, который также обладает очень хорошими показателями и также очень большим ареалом, где его можно возделывать. Отрада и Фома – новые сорта овса, которые уже завоевывают сельхозрынок, со временем, возможно, и они смогут попасть в российский топ-10. На этом, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда». Вы можете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на Ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин